Сейчас очень многие окунулись в корейские секреты красоты. Известно, что кореянки уходу за кожей посвящают целый час в день. А великий источник молодости видят в улитках и женьшене. Вот мы узнаем, опровергает это или нет наша добрая ведущая по понедельникам, фейс-фитнес-инструктор Наталья Дичковская. Доброе утро. Доброе утро. А что они с улитками делают? А используют слизь улиток для младшей... О, все понятно. Уже утро задалось. Ну что мне в этом нравится? Посвящать час в день себе. Да, это красиво. На самом деле вообще посвящать себе время. Мы экономим на времени, посвященном себе, а потом тратим много денег на лекарства, санаторий и восстановление того, что уже утрачено. Лучше заниматься профилактикой. Это касается красоты в том числе. Каждый день по чуть-чуть, пусть это будет не час, пусть это будет 5-10 минут. Даже их женщины порой жалеют на себя. Но зато это будет очень хороший вклад в то, как мы будем выглядеть через 10, 20 и 30 лет. Давайте сделаем этот вклад. Сегодня, да, мы сделаем вклад. Я принесла... Сегодня... Вот я принесла 6 ложечек. Казалось бы, а нас всего тут... Я чуть не сказала четверо. Четыре! А сколько у нас ложек? Четыре! Каждому по две ложечки. И что мы будем с ними делать? Сегодня я покажу, как... Всем по две, да? Каждому по две, да? И я покажу, как с помощью двух чайных ложек... Сейчас, извини, сейчас Света с ложечками наиграется. Я возьму и продолжим говорить о серьезном. Это просто в мультике было, когда по лбу так... Да, по лбу... Это апопеи, работники его болзе. А, правильно, да. И смотрите, сложив их выпуклой стороной друг к другу, мы получаем прекрасный гаджет для лимфодренажного массажа. Они становятся эргономичным инструментом, обхватывающим нижнюю челюсть сверху и снизу, прорабатывая все поднижние челюстные лимфоузлы. Наносим крем или масло на лицо и мягкими скользящими движениями проводим ложечками от подбородка к уху. Крем или масло, да? Для скольжения, да, для хорошего... А за бороду держать? Подбородок мы фиксируем для того, чтобы ткани не съезжали, для того, чтобы не формировались заломы. Не съезжали. А вот так, если ложка? И так мы тоже можем сделать. Три-четыре проходки медленные. И это профилактика появления второго подбородка, тяжести, грузности в области нижней челюсти. А лимфодренаж же должен происходить вот сюда, как говорила нам Наталья Дичковская. И она была права. И после этого, после того, как мы отогнали лимфу к поднижней челюстным лимфоузлам, мы медленными движениями свели ее руками к ключице. Подождите, сделайте, пожалуйста, крупный, возьмите крупный план Светланы Боровской. Потому что пока вы еще так долго рассказываете, я уже себе и другое сделала лимфодренаж. Наташа, пожалуйста, вьюки не приноси только. Потому что здесь... Нет, это я поняла. Я просто очень быстро все схватываю. Это я уже поняла. Вести сюда к ушам, чтобы все было разглажено. А если вот так, это же тоже полезно, правда, Наташа? Конечно. Причем можно достаточно энергично это делать. Ой, такое утро. Ну, давайте, давайте. А что, знаете, как все... Зато тонус, тонус. Лучше использовать деревянные ложки. Но я, конечно, по старинке люблю руками. Есть риск сильно отлупить себя ложками и оставить... Я предлагаю наше трио назвать Лошкари-рукоделы. Вот это вот... Лошкари ДРБ-2018. Ну да, да, можно так, конечно, с музыкой это как-то... Слушай, я так понимаю, что, наверное, и гаджет должен быть сам по себе какой-то. Где-то корейцы, китайцы должны были запрести, что по нему ложек. Гаджетов огромное количество. И для тренировки через эту музыку. Мне понравилось. Но это же очень просто. Это есть у всех дома. Вот вы прямо сейчас можете соединить две чайные ложечки, нанести крем или масло и такую вот прекрасную манипуляцию с лицом сделать, для того, чтобы очертить линию молодости, для того, чтобы здесь не было... Ну, смотрите, Наташа производит впечатление того, что она все об этом знает. Посмотри, какая она хорошенькая. Покажите ее крупно. Посмотрите, ни одной же морщиночки. А она же мать, как говорится, двоих детей. Женщина в самом расцвете сил. Светлана, а вы продолжайте, продолжайте свой этюд с ложками. Я с ложками себя уже отхлопала. Что же я буду... Свет, ты точно взрослась? Ты точно работаешь на телевидении? Конечно. Вот, поэтому, конечно. А смех и радость мы приносим людям. Так должно быть, правда? Плюс пользу, плюс утро, плюс 3 декабря, плюс снег, плюс этот день, который никогда не повторится. Денис Дудинский, Наталья Дичковская, я ваш покорный слух. Светлана Боровская, как вы понимаете. Да, вот так и было упражнение. Но на самом деле, за шутками, прибаутками, это же прямой эфир, мы реально показали вам те вещи, которые, возможно, вот вы сейчас стоите, блинчики печете деткам, взяли ложечку и сделали себе упражнение. Все очень просто, у нас все очень доступно. Да? Спасибо, Наташенька, большое. Приходите еще с ложками и с другим инвентарем.